Его максимальная грузоподъемность 750 тонн. Этот автокран необходим для дальнейшего монтажа тоннеля проходческого механизированного комплекса, который, как предполагается, уже этой весной начнет бурить тоннель для станции метро Театральная. Поставка составляющих частей началась 9 марта. График дальнейших работ сформирован. Завершить 10-15 апреля монтаж ТПМК на улице Галупсеновской, приступить к пуску наладки и переехать на улицу Полевой для последующего монтажа ТПМК на улице Полевой. В несколько этапов. Для начала просто его собрать, комплектность проверить, потом получить разрешение на пуск на первые 50 метров, потом после тестового участка 50 метров будет запущен уже для основной проходки. Согласно техническим возможностям, тоннелепроходческий комплекс способен проходить за месяц до 500 метров, но в Самаре проходка составит почти в два раза меньше за этот же период, так как учитываются свойства геопород, глубины залегания, влияние при подходе к каждому из строений. Особенно это касается объектов культурного наследия. Нельзя забывать и об осадке грунта. А пока в исторической части города переключили водовод. Уложены современные трубы взамен старых коммуникаций, возраст которых перевалил за сотню лет. Водовод вынесли с площадки, на которые после получения разрешения на строительство возведут тягово-понизительную подстанцию и станционный комплекс. В стартовом котловане на Галактионовской устроено ложе, монтируют рельсошпальную решетку для вагонеток, чтобы потом вывозить грунт. Обозначен и вход в будущий тоннель. Диаметр будет около 6 метров. В другой зоне метростроя, в районе Полевой Новосадовой, идет разработка грунта стартового котлована. Все работы, связанные со строительством театральной, производятся в соответствии с проектом, получившим положительное исключение госэкспертизы и непрерывно контролируются. Напомню, проект, благодаря системной работе губернатора Дмитрия Азарова, получил поддержку правительства страны. Для его реализации региону был одобрен инфраструктурный бюджетный кредит. После окончания строительства первой ветки метро и ввода в эксплуатацию театральной, подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. Сергей Павлов, Леонид Кошман, Новости губернии.